Всем привет! Добро пожаловать на обзор нового каталога Внутренний дворик. Этот каталог вышел буквально только что, я его уже купила и готова посмотреть на него и показать вам. В этом каталоге добавили джакузи. Это основной предмет этого каталога и мне не терпится уже посмотреть, как симы будут в нем расслабляться, делать вуху и так далее. Также добавили очень много предметов мебели. В отличие от предыдущего каталога, этот каталог прям насыщен предметами мебели. Также есть здесь предметы гардероба, но их не так много. Ну что ж, давайте посмотрим на все. На прически, на одежду, на предметы мебели и, конечно же, запустим наших симов в джакузи. Обозревать этот каталог мы будем вместе со Стекелинбургами. Давайте мы их переоденем, давайте мы обустроим им внутренний дворик и давайте мы запустим их в джакузи. Сначала я хочу посмотреть на женскую прическу. Я люблю очень прически, но, к сожалению, в этом каталоге добавили только одну. Вот, она самая обыкновенная, простенькая прическа, но для разнообразия пойдет, потому что причесок и так мало и каждая прическа важна, вот, потому что не хочется повторяться и хочется симам всегда одевать что-то новое, свеженькое. Вот как раз эта прическа, можно будет кому-то ее одеть. Я пока ее оставлю Шарлотте на этот обзор. Давайте еще посмотрим, какие предметы одежды, предметы гардероба добавили. Нам добавили вот такой замечательный топ. У него очень много вариантов перекраски. Как видите, монотонные, яркие цвета, потому что это летний каталог, да, и поэтому цвета такие яркие. Есть еще вот пару светлых постельных тонов и несколько вариантов перекраски с цветами. В общем, классно и можно переодеть симов. Кому-то обязательно нужно будет этот топ одеть. Он такой яркий, замечательный, мне нравится очень по-летнему. В такую жару он как ничто подойдет. И добавили еще несколько вариантов одежды в полный рост. К сожалению, на симах нет ни юбок, ни брюк, только топ и только 4 варианта одежды в полный рост. Мне вот это платье очень понравилось. Давайте посмотрим, какие у него есть варианты перекраски. Розовый, светлый, голубой. В общем, мне светлые тона этого платья очень понравились. И нужно будет кому-то... Сейчас мы нарядим всех наших симов. В общем, я подберу каждому по одному предмету одежды из этого нового каталога. Так, это платье и добавили еще два купальника. Вот такой купальник закрытый. Правда, я Шарлотте сниму все-таки, наверное, носки и обувь, а то как-то в купальнике не смотрится. Так, вот это закрытый купальник. Давайте посмотрим на его варианты перекраски. Классный, мне он нравится. Но сейчас мы посмотрим еще на открытый купальник. Открытый, честно говоря, мне понравился больше. Но этот закрытый тоже классный. Так, вот он, открытый купальник. Он вообще, мне кажется, обалденный просто. Замечательный купальник. Давайте посмотрим на его варианты перекраски. Я думаю, что всем нашим девчонкам, молодым, мы оденем, наверное, этот открытый. Хотя посмотрим, что кому лучше подойдет. Вот такие у него варианты перекраски. Классный купальничек. Мне очень нравится. Вообще супер. Наверное, всем симкам его буду одевать. Так, это был купальник. И еще нам добавили вот такой вот замечательный, я бы сказала, костюм, что ли. Он состоит из футболки, состоит из леггинсов, брючек. И, в общем, из такого фартушка замечательного. Давайте посмотрим на его варианты перекраски. Смотрите. А, изображение на фартушке-то меняется. Прикольно. Ой, такой классный. И его, знаете что, можно его даже в пекарню одеть. Ну, то есть, если у вас там есть пекарня, вы играете. Я, наверное, девчонок переодену и сменю ему униформу. Потому что у нас в пекарне они ходят тоже в фартуках, но не в таких прикольных. Мне понравились, ну, вот это обычные варианты. Очень хорошо подойдет этот набор для барбекю одеть. Но вот этот вот вариант с этим поваром замечательным, который в виде бургера, это просто супер. Это нечто классно. Мне очень понравился этот вариант одежды. Так, ну и давайте посмотрим на симов, потому что им тоже добавили одежду и тоже добавили одну прическу. Посмотрим мы на прическу мужскую. Ну, ничего необычного. Самая обыкновенная простенькая прическа. Но у симов и так всегда меньше, нежели у симок. Их всегда обделяют. И мужчинам почему-то всегда меньше и причесок, и одежды. Вот поэтому это важно. И еще одна прическа, конечно же, разнообразит их. Но я, пожалуй, Тревору оставлю его старую прическу, потому что она ему подходит больше. Также добавили нам рубашечки, потому что каталог летний, да, и все должно быть такое легкое, чтобы не было жарко. Вот такие перекраски. Замечательно. Сейчас мы наших мужчин всех переоденем в рубашечки. Вот такие цвета у этой рубашки. И добавили еще одну рубашку, тоже с коротким рукавом. Давайте посмотрим на ее варианты перекраски. Ну, в общем, пойдет. Нужно будет сейчас нарядить всех в эти рубашки, в эти предметы и одежды, которые добавили. Также мужчинам что-то добавили в полный рост. А, им добавили еще такой фартушек. Ну, давайте мы сначала посмотрим на плавки, которые им добавили. Да, им тут плавки вроде бы добавляли. Да, мужчинам еще добавили плавочки. Вот такие варианты перекраски. Вот так он выглядит сзади. Кстати, прикольные плавки я, пожалуй, Дарену и, наверное, другим нашим мужчинам эти плавки оставлю. В общем, вот такие плавочки. И давайте мы посмотрим на вот этот замечательный... А, куда ты делся? Костюм, костюм. Куда ты пропал? Фартушек. Фартушек. Вот он, этот замечательный фартук. Так, а что... А, нет, у мужчин тоже есть, да? Мне вот больше всего нравятся вот эти вот замечательные рисунки. Но это просто супер. Этот бургер я, наверное, всем одену нашим симом фартуки именно с бургером. Ну, собственно, то же самое, что и у женщин. Да, только... Да, ну, точно такой же фартушек, замечательно, классно. И, кстати, под ним, по-моему, брюки или нет? Или он с брюками прям идет? Так, фартука, ну покажись. А, да, он идет прям с брюками, то есть это идет костюмчик. Ну, в общем, вот, что нам добавили с этим каталогом. И давайте сейчас мы переоденем всех наших симов. Итак, я сменила повседневный вариант и купальник для всех наших симов. Это Даррен, его повседневная одежда и купальничек такой я ему подобрала. Это Тревор в купальнике и в повседневной одежде. А рубашка из нового каталога и... А брюки нет, а брюки нет. Брюки обычные, шорты из, кстати, наборов поход. Так, Селестия я подобрала такой купальник, потому что она у нас любит розовый цвет и, думаю, он ей очень понравился. Ее я, кстати, нарядила в фартушек с поцелуйчиком. Замечательно будет, в общем, она у нас на хозяйстве будет помогать печь бургеры. Ну, или что там еще они будут у нас печь. Так, Венди я одела черный купальник и тоже она будет вместе с Селестой печь что-нибудь. Она у нас будет в фартушке с таким замечательным бургером, который тоже будет ей помогать. Так, это у нас лорочка. Лорочки я, конечно же, одела красные, потому что она у нас сама яркая, хоть и пожилая уже, но все равно не менее яркая. Одела я ей фартушек с поцелуйчиком. Так, это Шарлотта. Шарлотте я одела купальник открытый, потому что она у нас молодая, красивая, яркая. И одела еще и шляпку. И одела я ей из нового каталога. В общем, тоже новая платьишка, такая светленькая, красивая. Правда, оставила я ее случайно без обуви. Давайте ей вот какие-нибудь тапочки подберем. Так, это у нас Андрея, тоже в открытом купальнике, потому что тоже молодая, красивая. И одела я ей топ из тоже нового каталога. Так, и наш дорогой Блейк в купальничке и в фартушке с бургером. Ну все, давайте мы зайдем в игру и посмотрим мы, какие предметы мебели добавились. Мы находимся в режиме строительства. Я купила стилизованную комнату. В этом каталоге появилась еще одна стилизованная комната, в которой есть джакузи и есть некоторые предметы мебели из этого каталога. Ограду я, правда, удалила, потому что она как-то не вписывается особо у меня здесь. Ну давайте посмотрим на все предметы мебели, которые появились. Так, у нас здесь обычная тумба. Еще одна столешница. Это, я так понимаю, для кухни. И, кстати, мини-кухню можно обустроить здесь. Да, давайте, наверное, мы как раз и обустроим мини-кухню. Но это я уже сделаю на паузе, а пока мы посмотрим просто на предметы мебели, которые появились. У нас появился стол довольно-таки большой, но как раз для нашей большой семьи он и подойдет. Стол для дворика шикарный. О, вот еще есть что? Стол. Шикарный, замечательный столик. Его можно будет поставить где-то возле кресел или возле диванчика. Стол с зонтиком. Пассивно-агрессивный. Ой, а что же в нем такого агрессивного? Нужно будет поставить у нас такой столик обязательно возле бассейна. И, конечно же, джакузи. Гиена-1 у него. И вот этот... А, это не такой джакузи, как у нас. У меня денег много, так что хорошо, что мне хватает денег купить. Джакузи Принга. И какие варианты перекраски у джакузи? Давайте посмотрим. Тоже есть несколько вариантов. И темные цвета, и светлые, и яркие. В общем, замечательно. Я оставлю себе джакузи тот, который подороже. Не знаю, какой дороже. Наверное, вот этот. Ну, в общем, посмотрим. Так, вот джакузи появилось. И еще, да, вот этот джакузи Гиена-3 слева от центра. Обстановка-4. Давайте посмотрим на его варианты перекрасок. Тоже и темные, и светлые тона, чтобы разнообразить как-то интерьеры наших симов. Ну, давайте, в общем, оставим какой-то пока любой, а потом посмотрим. Барная стойка Ковбой. Вот замечательно. Здесь где-нибудь поставим мы барную стойку, чтобы наши симы развлеклись и еще себе напиточки сделали. Вазон. Давайте посмотрим. Здесь растений много добавилось, потому что каталог называется Внутренний дворик. И кустиков здесь много. О, смотрите, розовый. Разные цвета. Не только зеленые кустики, а кустик фиолетовый, кустик розовый и кустик зеленый. Ну, и, соответственно, меняется еще и цвет горшка. Вот такие вот кустики замечательные. Изгородь многоцелевая, разделительная, живая. Изгородь сержанта Зенкина. Детский вариант. Детский вариант, наверное, потому что она низкая. Ее нужно вот так вот несколько раз покупать. Да, получается, ее нельзя растянуть как стену, но тоже прикольная. И вот она у нас здесь есть. То есть ей можно отгородиться от нежелательных взглядов соседей, например. И здесь есть тоже такая же изгородь, только это, наверное, уже взрослый вариант. Да, такую изгородь покупать выгоднее, потому что здесь две маленьких половинки, а здесь сразу одна целая. Так, космическая индейка. Эта штука называется космическая индейка и дает она обстановку один. А почему она называется космической индейкой? Я не знаю, почему она так называется. Нужно будет нам ее где-нибудь притулить. Да, когда уже Симов будем запускать в джакузи, я немножко здесь наведу порядок. И мы эту штуку, эту индейку как-нибудь здесь поставим. Так, еще добавилось украшение звездный пол. Ой, а что это такое? Это звезды на полу. Ну, интересно, они ночью мерцают или почему? Почему звездный пол? Разные перекраски тоже этого пола и красный. Давайте я сейчас сделаю ночь и мы посмотрим. Ну, оно просто яркое получается. Ну, я бы не сказала, что оно светится. Но, наверное, красиво, если вот возле джакузи такую штуку везде сделать, то, наверное, будет очень красиво. Так, подставка с щипцами. А, это, наверное, если жарить что-нибудь, это же внутренний дворик. Тут часто будут барбекю и всякое подобное. Поэтому такие штуки, это очень подойдет. Замечательно. Так, настенная скульптура. Масс Дас Мэш. Настенная скульптура. Ну, давайте посмотрим. Ну, в принципе, ничего необычного. Можно будет так просто для украшения где-нибудь повесить. Так, связка бревен. О, замечательно. Это, наверное, если... Можно... Это, кстати, дома, где-то возле камина повесить. Типа мы бревна будем подкидывать в камин. А, подставка соусы мира. Еще одна штука, которая дает обстановку и которая является замечательным декором. Давайте посмотрим, какие здесь есть цвета. О, ну, замечательно. Даже несколько вариантов перекраски. То есть, где-нибудь на кухне поставить будет очень замечательно смотреться. Колыбель для свечи. Ну, это, короче, подсвечник. Далее, пешка света. Ничего себе, это большая, большая пешка. Класс. А ее же можно еще увеличить. Да. И поставить. Я не знаю, зачем. Например, охранять дом. Хотя дом у нас охраняют гномики, которые добавились в новом дополнении. Ну, пешка тоже классная. Можно будет ей придумать какое-нибудь применение. Ой, боже, это жрулька так есть хочет. Смотрите, тортик высунула. Жрулька, жрулька. Смотри, не съешь никого. Впервые вижу, даже скрин сделаю. Что она так пасть у нас раскрыла. Так, ну, сегодня у нас обзор не про жрульку. Так что жрулька подождешь. В общем, пешка. И у нее есть несколько вариантов перекраски. Знаете, вот эту пешку можно будет где-то поставить в кабинете. Ну, хотя она и так смотрится. Или в ночных клубах. Вот такие яркие, синие, розовые пешки поставить. Будет замечательно смотреться. Или в кабинете небольшие поставить. Просто как украшение. Так, и конь есть. Есть пешка и есть конь. Ну, давайте коня сделаем тогда другого цвета. Например, красного коня. Тоже его увеличим. Вот такой вот конь. Классно выглядит. Вообще шикарно. Мне нравится этот конь. Так, нолик. Что значит нолик? Это зеркало? По-моему, это зеркало. Давайте его попробуем куда-нибудь повесить. Или это не... А, нет. Это не зеркало. Это просто как стена. То есть, типа колонны, украшение такое. Так, ну ладно. О, зона гриля. Вот зону гриля мы обязательно... Зону гриля мы где-нибудь поставим, чтобы наши симы не только искупались, но еще и себе поджарили что-нибудь. Потому что не зря же мы фартушки такие одели. Так, кресла. Ну, вот у нас здесь, по-моему, кресла такие стоят. Да, как раз для внутреннего дворика. Замечательно. Так, стульчик тоже подходит для внутреннего дворика. Это барный стул, я так понимаю. Да, барный стул. И у них у всех есть варианты перекраски. Вот эти стулья и барные стульчики. Они идут как набор, поэтому у них варианты перекраски очень похожи. У меня уже места нет в этой стилизованной комнате, поэтому давайте перейдем сюда. Будем здесь рассматривать. Вот такой диванчик. Тоже подходит для внутреннего дворика. Я, наверное, потом нашим симам где-нибудь сзади сделаю дворик. Да, уже потом, когда у меня будет много времени, я сяду и что-нибудь наколдую здесь. И сделаем здесь какой-нибудь вход, чтобы наши симы... Огородим их тут изгородью зеленой. В общем, чтобы у них здесь был дворик с джакузи. Так, что у нас здесь еще есть? Диван. Диван для двоих, диван для троих и тахта, да? Да, еще есть тахта. Ну, в общем, вот это все, что добавили с новым каталогом. Ну, мебели очень много. По сравнению с предыдущим, мебели добавили много. Жрулька, ты меня пугаешь с этим тортиком. Не ешь, пожалуйста, никого. Ну, давайте я уже сейчас здесь нормальненько наведу порядок. И мы все-таки запустим, наконец-то, наших симов в джакузи. Итак, вот такая комнатка у меня получилась. Я постаралась использовать все предметы мебели. И давайте мы, наконец-то, запустим наших симов в джакузи. Вот джакузи, вот наши симы. И сюда в джакузи может поместиться 8 симов. У меня как раз в семье их 8. Поэтому давайте добавим всю семейку. Пусть они сюда залазят. Правда, они долго не хотят, к сожалению, здесь находиться. Ну, ладно, кто не хочет, пусть не купается. Ой, смотрите, Селеста у нас прям со стаканом. Классно. Можно здесь, оказывается, даже еще и пить. Так, Шарлотта, а ну давай назад. Все в джакузи. Будем расслабляться. Будем наслаждаться жизнью. Даррен тоже сюда. В общем, девчонкам нравится. Андре балдеет. Классно. Интересно, какие действия есть. Ой, что она сделала? Смотрите, она переместилась на другое место. Ничего себе, Андре, ну ты даешь. В общем, замечательный предмет. И я купила этот каталог именно из-за джакузи. Потому что его очень не хватало. Еще в Sims 2 джакузи был. В Sims 3. А вот в Sims 4 его не было. И, наконец-то, теперь здесь есть джакузи. И в джакузи, кстати, можно еще делать вуху. Так, Шарлоттика, если ты пойдешь, приготовишь нам какой-нибудь гриль, давайте мы попробуем вуху сделать Андре, например, и Блейка. Потому что они у нас скоро поженятся. Да, правда... Ой, она что, нагишом? Смотрите, квадратики, пиксели. То есть, скорее всего, она у нас купается нагишом. А мудлет какой-то есть. Водная терапия. Ванна с водным массажем. Ничего себе. Получается, она там без одежды. Переместиться сюда. Есть действие. Переместиться сюда и залезть. Интересно, что такое залезть. Давайте выберем действие залезть. И я хочу сюда отправить Блейка. Блейк, давай, иди заняться в уху в джакузи. Так, давайте попробуем выбрать это действие вместе с Андре. Так, Андре, ну давай, снимай эту одежду. Не надо, я тебе одену что-нибудь другое, когда уже пойдешь в пекарню. В общем, будем менять мы униформу. Так, Блейк сейчас придет и мы... Ой, Блейк спать пошел. Давай, Блейк, иди... А, нет, это не Блейк. А, вот он уже спускается. Ой, он немножко грязный. Чего ж он грязный? Его жрулька сожрала. Жрулька сжирать у нас хотела. Она его выплюнула. Ну, короче говоря, это обзор. Я сохраняться не буду. Это... Просто я зашла, чтобы показать... Ой, в общем, будем считать, что она его не съела. Да, потому что я потом все равно сохраняться не буду. И обустрою я, наверное, нам внутренний дворик сзади. Хотя здесь тоже прикольно. Можете написать, где он будет лучше смотреться. Сзади или здесь. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как они будут делать в уху. Ага, переместилась у нас Андре сюда. Ну, давайте посмотрим, как это будет происходить. Ну, наверное, и все, потому что... Ой, вот даже как! Ну, нифига себе! Ой, я не особо-то и увидела. Ой, ой-ой-ой, как это происходит! Ничего себе прикольно! Вот это да! Так, а ну давайте, ребятки, еще раз. Я надеюсь, что ты не сильно устал, потому что я не успела даже заметить. Давайте еще раз заняться в уху с Андре. Давай, Блейк, ну еще один разочек, пожалуйста. Потом я от тебя отстану. И, кстати, у него, по-моему, гигиена улучшилась. Да, потому что джакузи-то немножко в нем помыться. Видите, он уже не так воняет. Так, а сейчас мы посмотрим более внимательно, как это происходит. Очень интересно. Да, и все равно он испачкался. Прикольно! Да, и вот в Sims 2 и в Sims 3 было немножко по-другому. Они просто сразу прыгали под воду. А здесь вот так он даже садится. В общем, это был обзор каталога «Внутренний дворик». Я надеюсь, что обзор вам понравился. Напишите, нравится вам эта комната, как я ее сделала для династии или нет. Может быть, мне переместить все-таки это будет у нас задний дворик. Где-нибудь здесь поставить дверь. Или оставить все как есть. В общем, напишите. Я пока подумаю. Может быть, оставлю как и есть. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился обзор, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!